Математика Сидига Афгана начинает сбываться. Они боятся меня, так как с помощью формулы я могу раскрыть все их тайны. Их цель – уничтожение человечества. Они хотят превратить человека в животного. Спустя три месяца после нашей программы, в которой афганский математик предсказал природные катаклизмы, на востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение. За последние полвека амплитудой почти 8 баллов. Но самое удивительное то, что Сидиг Афган пригласил нашу программу в гости в Стамбулге, проживает уже много лет. Математик очень торопил нас с приездом и поставил жесткие временные рамки, когда съемочная группа должна была прибыть. Буквально на следующий день, после того, как корреспонденты вылетели из Турции вместе с самим Сидигом Афганом, в стране прогремели разрушительные подземные толчки. Это афганская национальная еда. Да, да. Это полюф называется. Плов. Плов, да. Плов нас уважают в России. Давай, давай, кушай ты немножко. Давай. Впервые на телевидении эксклюзивный репортаж из дома всемирно известного математика в Стамбуле. Сидиг Афган вместе со своей женой и детьми пригласили нас на традиционный семейный ужин в восточном стиле. Какими секретами жизни с гением-предсказателем поделилась жена афганского прорицателя? Однажды родственник показал Сидику дату моего рождения. И Сидиг сказал тогда, у нее много женихов, но она моя судьба. Сегодня в программе вся семья Сидиг Афгана и, главное, новые предсказания афганского математика. Ну что, встречаем нашего долгожданного в гости афганский математик-философ, президент Академии наук и основатель Международного центра философской математики Сидиг Афган. Добрый вечер. Добрый вечер, рад вас видеть. Это для вас. Мне? Да, потому что это для вас. Это будет чай пить, это будет вики королева этого стафана. Спасибо огромное. Спасибо, очень приятно. Это будет чай пить. О, турецкий чай, конечно, самый знаменитый. Султан Ахмед, спасибо большое. Спасибо. Но прежде всего не могу не спросить, конечно, все ли в порядке, потому что я думаю, что весь мир и все наши зрители скорбят после страшного землетрясения, которое произошло в Турции, которое вы предсказывали здесь, в этой студии, среди ваших знакомых, друзей наверняка есть... Да, да, конечно, спасибо за ваши теплые слова. Судьба, да, это судьба. А как вы вот просчитали эти природные катаклизмы? Ведь вы три месяца назад говорили, что будут серьезные катаклизмы и землетрясения. Да, это 2015 года, я сказал, у меня это расчет, потому что это искусственное землетрясение. Искусственное? Да. То есть вы считаете, что природа этого землетрясения искусственная? Нет, это искусственное сделали это. Ну, тогда, может быть, действительно стоит по-другому посмотреть уже вот на эти кадры, которые были сделаны за несколько минут до начала землетрясения. Мы видим вот эти вспышки в воздухе. И сейчас во многих СМИ в Турции звучит тоже эта мысль, что природа землетрясения искусственная. Я доказываю. То есть вы просчитали, вы высчитали, да? Давно, это 2015 года я рассчитал. Все меня люди не верили. Все это комитет, который против человечества, я рассчитал. Это комитет три. Наверху еще один человек, потом комитет 30, потом 300, потом 990. Это люди, которые курируют. Весь мир еще будет дальше. Это год самый опасный, чем прошлый год. И следующий год тоже такое есть напряжение. В 2025 году совсем мир изменяется на переломный этап. Спасибо, именно для переводчика. Переводчик есть, если что, вы готовы перейти на фарси в любую секунду. С вашего разрешения я продолжу на своем родном языке – фарси. Потому что 30 лет я не говорил по-русски. И сейчас мне сложно подбирать слова. Я отвечал на ваш вопрос о землетрясении. И так был взволнован этой темой, что невольно перешел на русский. Десятки тысяч погибших, я понимаю. Но давайте отличемся от вот этих действительно ужасных кадров и всех этих трагических событий. И покажем, что произошло в вашем доме буквально за пару дней до землетрясения. Я знаю, что вы очень торопили нашу съемочную группу и говорили, что вы должны приехать именно до этого дня. И вылетели из Турции вместе с нашим корреспондентом Ланой Иден. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Спасибо большое. Здравствуйте, Сидик. Спасибо. Пожалуйста. Очень приятно. Мы тоже не с пустыми руками. О, спасибо. Это для вашей супруги. Для вас. Это из Москвы. Традиционный. Женский. Спасибо. Спасибо, госпожа. Вам очень идет. Очень красиво. Спасибо большое, госпожа. Вы из души принесли. Это видно. Спасибо. Госпожа Лан, как только ужин будет готов, мы вас угостим. А пока давайте пойдем на кухню. Сегодня я приготовила вам известное афганское блюдо, которое называется кабульский плов. Мясо, изюм, морковь, орехи, рис. Все другие блюда, суп, рыбу, может приготовить моя дочь. Но кабульский плов в доме готовый только я. Кабульский плов – любимое блюдо господина Сидика. И даже если я буду каждый день подавать ему плов, он не будет возражать. Когда он ест, то я еле успеваю подносить плов к его рту. С кабульским пловом русская девушка нам не сможет помочь. Ну пусть хотя бы попробует отнести что-нибудь. Как будто сама готовила. Это традиционный суп. И все овощи, что вы видите на рынке, мы в него кладем. Его можно назвать лекарством. Все готово, хватит работать, пора садиться за стол. Давай покушаем, потому что ругает меня. А вот в Грузии надо покушать сначала, потом говорить. Это афганская национальная еда. Это плов называется. Плов. Плов, да. Видишь ли, плов? Это плов. Покушайте давай. Плов нас уважают, простите. Давай, давай, кушайте немножко. Давай. Син мой холостой, да. Мой невеста. Русская женщина очень искренна. Искренна. Очень верная своей, как афганская женщина, очень верная своей мужчине. Все женщины, большинство женщин верная своей мужа. А большинство мужчин иногда бывает туда-сюда. Да. Поэтому я говорю, давай, своя сына, жениться на русский. Сиди, кажется, какой у вас красивый, уютный дом и какой теплый прием. Вы спите по 4 часа в сутки, а остальное время вы что, считаете? Поспать 4 часа – это для меня уже большое счастье. Мой мозг отдыхает всего по 4 часа. Потому что у меня просто нет больше времени на ссор. 2-3 часа в день у меня уходит только на телефонные переговоры. Я должен ответить на десятки звонков людей, которые обращаются ко мне со всех стран мира со своими вопросами. Я обязан дать ответ каждому. Я знаю, что вы сами редко прогуливаетесь по центру Стамбула, потому что вас тут же узнают фанаты и поклонники. И вот под покровом ночи вы отправились прогуляться с супругой, что происходит очень редко. И наша съемочная группа была рядом. Давайте посмотрим. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Покупаем. Как видите, это Маджет? Маджуб. Мы ангустары, которые очень часто говорят. Это Королевский. Малаков — это султан, журналистический сфер. Он султан.